Да, слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, и ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Аминь. Слава Господу, шалом пан Сергий, а пастор Сергий, слава Богу, приветствую, да, слава Богу, витаю всех, благоставляю во имя Господне. Вот, и картинкой для вот этой трансляции на ютубе я взял место из Писания 1 Коринфянам 16.20. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, 1 Коринфянам, да, 15.20. А воскресение Христа, удивительно, вот вчера было такое очень красивое совпадение, я был очень рад этому совпадению, не часто такое бывает, но бывает таки, что вчера Пасха, значит, праздновалось по западному календарю, значит, по католическому, как мы говорим, да, Папы Римского Григория Великого календарю, вот, значит, и западные христиане, значит, католики, протестанты, значит, православные, большинство православных церквей тоже держатся нового стиля, в мировых церквей, имею ввиду, не на бывшем, вот, не на территории бывшего союза, у нас держатся в основном старого стиля все, старостильники, так называемые, вот, вот, а там уже новому стилю, по новому стилю и патриарх вселенский, значит, литургии послужил вчера тоже такую пасхальную, там, и, значит, и патриарх антиохийский, вот, в Иерусалиме нет, там, по-моему, по старому стилю тоже, ну, короче, большинство православных церквей в мире уже вчера как раз праздновали Пасху, вот, у нас еще, получается, в следующем воскресенье, вот, вот, а если брать библейский, то Пасха уже давно началась, уже, да, значит, в этом году, 19 апреля, в пятницу, да, мы, значит, уже праздновали, значит, в четверг вечером уже начали праздновать, вот, вот, и 19 числа, апреля в этом году выпало на как раз 14 Ниссана, 14 Ниссана, и поэтому 14-15 Ниссана, вот, в этом году, пятница и суббота для нас были как раз пасхальными такими днями, радости, избавления, вот, вот, и началось у нас, вот, пасхальное такое продолжение праздника опресников, праздники мацы, праздники опресного хлеба, да, Аллилуйя, Аллилуйя, вот у меня мацу, маца, маца, вот, и маца, это опресник, это просто опресник, вот, я совершаю всю эту неделю опресником хлебопреломления, мацой, вот, и, да, в общем-то, и только кушаю эту мацу, пресное, пресное ем, всю эту неделю, потому что пасхальная неделя, она библейская, она называется, неделя эта, вот, опресничная, вот, и, а вчера было очень красивое совпадение такое, мне так очень нравится, вот, как раз Пасха по западному стилю, да, значит, по которому уже большинство христиан живет, вот, совпало как раз с, ну, реальным днем воскрешения Иисуса Христа, там, воскресение Христова, это такое очень приятное чудо, потому что Христос воскрес, да, на третий день, вот, он, значит, воскрес как первый сноб, в Библии говорится как раз об этом празднике, на третий день как раз срезается сноб, да, 16-е число, я имею ввиду, месяца Ниссана, срезался первый сноб, самое лучшее выбиралось, срезалось и приносилось мужчинами к храму, вот почему рано утром, да, значит, многих, ну, кто не знает, еврейских традиций, и кто, и кто не так внимательно читает Библию, то, как бы, многие недоумевают, почему так вот, значит, женщины побежали там на кладбище, вот, значит, а где же мужчины, вот, и, а тем более, что дальше там повествование, что страх ради иудейского, они, как бы, вот, значит, там отдельно братья собрались, вот, поэтому такая у людей обычно такая, как бы, ну, догадка, что, вот, видимо, они побоялись на кладбище идти, испугались, вот, как бы, значит, и они вот поэтому не пошли, вот, а только женщины они побежали, но это чисто, вот, недоразумение из-за невнимательного чтения Библии и из-за незнания, вот, как раз традиции израильских, там, историй, собственно, вот, потому что все мужчины в это время, да, когда женщины побежали на кладбище, вот, помазать тело Иисуса, они, но они думали, кто же отвалит там камень-то, собственно, потому что мужчин никого нету, одни женщины, почему, потому что все мужчины в Израиле в это время, да, кто были там в Иерусалиме, пришли на праздник паломнический или проживали в городе, они все с этими снопами, с этими, вот, как раз срезанными, они приходили к храму, вот, праздник первого снопа, первого снопа, вот, как раз именно в этот, как раз праздник и воскрес Господь Иисус на третий день, как мы говорим, да, вот, по Писанию-то, вот, и это действительно чудо великое, поэтому 16 Несана, это день воскресения Иисуса Христа, и это было вчера как раз, вот, вот, поэтому очень красиво, говорю, совпадение, очень приятное совпадение, я думаю, что вскоре христиане, вот, через некоторые годы все-таки очухаются и возьмут библейский календарь на вооружение, это, ну, это очень приятно, я думаю, Господу будет очень-очень приятно все это. Ну, конечно же, самое основное, конечно, не это, самое основное, само чудо воскресения, собственно, само чудо воскресения Христа, потому что, даже если будем праздновать, вот, и все, как бы, вот, по Писанию, но если любви не имею, то ничто, медь звенящий, кивал звучащий, если Христа не иметь воскресшего в своем сердце, если не пережить воскресение в своей судьбе, то ничто. Это, я помню, как-то на Пасху мы в Киеве жили там, тоже на левом берегу, только в другом месте, на Харьковском, тогда Харьковская была Кенцева, вот, значит, станция метрополитена. Вот, значит, и как раз дело было на православную Пасху, а, я в сослужение шел, и, значит, там с людьми христосовался, я очень люблю христосоваться с людьми, я говорил всегда, значит, и говорю, значит, и буду говорить, и на эту Пасху тоже. Христос воскрес, Христос воскрес, О, ЙС! Христос воскрес, Христос воскрес, О, ЙС! Ну, одним словом, я приветствую, если это только там среди своих, а так вот, Христос воскрес, вот, и люди отвечают воистину, воскрес. Но просто для многих это, как бы, приветствие такое, ну, не вникают, а большинство людей, к сожалению, в то, что они говорят. Ну, хотя бы так, хоть даже так говорят, хотя бы даже бессмысленно, но хотя бы уста говорят правильные слова, и то радует. Но я все время так с подковыргой порой, Христос воскрес, воистину воскрес, а вы воскресли, спрашивал. И помню, там на Харьковс он даже сказал, и там девушка так остолбенела, она вдруг задумалась, стоп, а ведь воскрес Христос, а я? Да, интересно, да? Потому что то, что Христос воскрес, говорю, у нас это на Пасху каждый последний пьяница вспоминает. Но то, что воскресли ты сам, вот это вопрос ребром поставлен. Вот, и пусть Господь гробы открывает, и мертвецы восстают, аллилуйя, слава тебе Господь. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, И сущим во гробах, или и тем, кто во гробах, или еще поем вот так, И всем мертвецам жизнь даровав, Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть поправ, и всем мертвецам жизнь даровав, Аллилуйя, открываются гробы коррупции, открываются гробы наркомании, Алкоголизма, блуда, всевозможных, хотя там, ну, всяких грехов, короче, всех не перечесть. Одним словом, все эти гробы открываются, без надеги всякой, там, значит, Это, как называется, депрессии, там, значит, там, и прочее, 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 Открываются гробы, и души выходят на свободу, мертвецы восстают, Аллилуйя, слава тебе Господь, Аллилуйя. Ожившие мертвецы, это не просто сериал, это, ой-ой-ой, я думаю, христианам надо снять такой сериал христианский, Ожившие мертвецы, вот это будет ужасник всех ужасников, Это будет действительно и самый радостный праздник, и самый радостный сериал такой, да, и самый ужасный одновременно, вот, свидетельство воскресенья. Так, слушайте, как здесь звук отключить, я сейчас попробую, вот так вот, да, чтобы она не чирикла, вот. Вот, и, так вот, друзья, Ожившие мертвецы, Ожившие мертвецы, вот, и это все, этот сериал начался 3331 год тому назад. Ожившие мертвецы, вот, Господь вывел из гробов наших нас до 3331 год тому назад. Он из земли египетской, из этих гробов египетских, материалистического, оккультного сознания, из идолпоклонства, многобожия, вообще из этого греха. Потому что Египет это символ тьмы, это греха, мир из его, а фараон это прообраз антихриста, вообще, как бы, это тоже антихрист, будем так говорить. Вот, антимессия. Вот, если, если Моисей был в духе Христа, да, то фараон был в духе антихриста, вот, и вот это противостояние. И слава Богу, что гробы открылись, и вышли эти мертвецы, Ожившие мертвецы. Ожившие мертвецы, спасибо тебе, Господь. И это повторяется больше или меньше, но в каждом поколении этот сериал, да, знаете ли, продолжающийся, продолжающийся уже 5779 лет, да. Всю историю человечества, гомо сапиенса на этой земле, начиная с нашего пращура, праотца Адама, да. Когда он был жив, да, и умер. Вот, и праотец наш, Адам, прожил почти тысячу лет. Вот, и нес в себе, конечно, это проклятие, и это память о рае, вот, и надежду на избавление. Вот, он так и умер во грехах, к сожалению. Вот, и наша прамама, Ева, также умерла, не дожив даже тысячу лет. Ну, прожили они большую жизнь, родили там тысячи, там, детей, не знаю, там, и, конечно, удивительно, семья была. Они видели своих и детей, и внуков, и правнуков, и праправнуков, прапрапраправнуков, короче, прожить почти тысячу лет, шутка ли. Вот, и удивительно, что Иисуса Христа, Библия сравнивает, Нового Завета Библия сравнивает с Новым Адамом, говорит, как о Новом Адаме. Вот, и мне очень нравится православный канон, иконописный. Он, как художнику, очень сильно нравится. Как раз именно классическая икона, старая, древняя икона, канон древнеправославный, воскресение Христова. Когда Иисус, он спускается на перекрестии, как бы, креста, вот, как бы, спускается в такую, как, бездну, и держит за руку Адама, хватает. Здесь Адам, здесь Ева, или там они вместе Адам-Ева, по-разному еще рисуют. Вот, и такая фигура Иисуса, такая, в движении таком, вот, рисуется. И вот, значит, и Адам с такой надеждой протягивает руку, и вот, как бы, новый Адам протянул руку, или схватил за руку уже ветхого Адама. Красивейшая картина, вообще, мне так нравится этот образ иконописный. И я против иконопочитания, безусловно, вот, это идолопоклонство, но, значит, вот, иконы, как многие, как, действительно, как шедевры, как шедевры, вот, христианская, такой, теология в красках, умозрение в красках. Удивительно, конечно. Или, как говорил еще, там, Библия для неграмотных, Папа Римский, Григорий Великий, тот же самый, сегодня уже упомянутый, но ничего страшного. И грамотным тоже порой картинка нужна, особенно, вот, да, многим людям. Мне, как художнику, по восприятию, мне нужна картинка, всегда. Вот. Слава Богу, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. И вот, серия вот эта «Ожившие мертвецы» продолжается, продолжается, продолжается. Уже почти шесть тысяч лет. Два тысячелетия назад, здесь, если до того, это было в процессе таком вяло текущем, Знаете ли, вот, значит, то в фазе такой, вяло текущего такого воскрешения, то две тысячи лет назад все поменялось. И действительно, первенец из мертвых, по-настоящему, по-правдушному, именно первенец из мертвых, это сам Иисус Христос, как написано, да. И напоминаю, 1 Коринфянам, место из Писания, ну, я указал его повыше, там, Света Дьяченко пишет «Шалом», «Шалом», «Аллилуйя». И место Писания, 1 Коринфянам, 15-20. «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Поэтому, если рисовать плакат, допустим, сериала такого христианского, такого ожившей мертвецы, то по центру нужно, конечно, кого? Ну, самого Иисуса Христа. А всех остальных персонажей из Ветхого Нового Завета, так вот, ну, меньшими фигурами или где-то там по бокам, по сторонам. Вот, а по центру должен быть первый мертвец как раз, «Ибо где будет труп этот, мертвец, там соберутся и орлы». Вот, такое можно заглавие для этого сериала сделать. Да, значит, да. И действительно так оно и есть, дамы и господа. Вот, и христианство – это ожившие мертвецы, христианство – это воскресшие. Вот, и как в той песне поется, мне так она нравится, одна из моих любимых самых песен, песнопений, богослужебных, православных. Смысл которого, как раз именно, вот я вот в следующее воскресенье спою обязательно это на служение. Вот, значит, смысл которого в том, что мы свидетели воскресения Иисуса Христа из мертвых. И мы есть свидетельство воскресшего Иисуса Христа. Аминь. В воскресенье Христова, видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому, безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресенье Твое прославляем, Ибо Ты – Бог наш. Кроме Тебя иного не знаем, имя Твое прославляем. Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресенью, Ибо пришла через крест радость всему миру, Всегда прославляя имя Господа. Поем о воскресенье Его, Распятие претерпев, Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из мертвых, Как Он и предсказал. Аминь. Подарив нам жизнь вечную, По великой своей милости. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя за это чудо воскресенья, Чудо Церкви Божьей за оживших мертвецов. Благодарю Тебя. Аллилуйя. Після ж суботнього вечора на святанку першого дня після суботи Прийшла Марія Магдалина та інша Марія подивитися на гріб. І ось стався великий земнотрус. Бо ангел Господній, який зійшов з неба, Приступивши, відвалив камінь від дверей гробу І сів на ньому. Вигляд його був, як блискавка, І одежа його біла, як сніг. Зі страху перед ним ті, що стерегли, Затремціли, затремціли і стали, як мертві. Ангел же, звернувшись до жінок, сказав, Не бійтесь, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Його нема тут. Він воскрес, як сказав. Алілуйя. Алілуйя. Дякуючи Богу, дякуючи Богу, Ми знайшли дорогу, прай дорогу. Да, слава Богу. Так що, товарищи, оживші мертвеці, Брати і сістрі, дамы і господа, приступаємо к чаші господній з благодарними серцами. Мертвец, він не може сам восстати. Його должен хто-то воскресить. Це юрисдикція Бога. І Ісус, навіть він не може сам воскресити. Бог, написано, воскресив Ісуса. І кожен із нас, це хороший образ, тому що кожен із нас, яким би він не був, євляється мертвецом. І поки Бож'є Слово не придет в нас і не оживит нас, ми самі нічого не можемо зробити. Спасення наше – це не наша заслуга. Спасення наше – це дар благодати Божьей. Як могли мертвеці себя спасти? Як вони могли воскреснути? Ніка. Але Христос воистину воскрес. І я тому воистину воскрес. І ти тому воистину воскрес. Як ти – Сын Божий или Дочь Божья. Спасиба Тебе, Господь! Спасиба Тебе, Господь, за силу воскресенья Твоего, в которой ти действуєш в нас, верующих ныне, могущественно. Благодарю Тебя, Господь, Бог Святой, Ти воскресил Ісуса, Ти воскресил нас, із гробов наших поднял нас. Боже Всемогущий, і Ти воскрешаєш сегодня мільйонів і мільйонів душ по всій нашій планеті. Господь, спасиба Тебе, милостивий Государь, Бог Великий, Бог Могучий. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за все. Слава Тебе. І як оживший мертвец, я приступаю к цьому таинству, возвіщая смерть моєго Господа Ісуса Христа, возвіщая, що Действительно, воистину Христос Ісус умер за всіх нас по Писанню. І ми воскресли, і Він воскрес, тільки благодаря силі воскресення, Богу Живому благодаря, істинному, Слову Божьому благодаря. Братья, сістры, в Ветхом Завете є сильнейший образ, коли однажды Пророку Бог показав видение, Бог показав, как ему, как духовно, в какому духовному состоянию знаходиться Ізраїль, тогда в самом широкому отпадении находящийся, к сожалению. І народ Божий действительно був в отпадении от Бога. Це дуже печальна історія, але є дуже хороший образ в цьому видінні. Бог показав, не просто мертвеців, розбросанні трупи по поверхності поля, нет. Он показав, гораздо худше, он показав, не просто даже кости, а весьма сухі кости, які були розбросанні по поверхності поля. І вопрос просто ставить в тупик. А живуть ли кости сії? А живуть ли кости сії? Це невозможно. Це просто-напросто нереально. Але Богу все возможно. В человеческом нашому временному измерению, в временном мире в этом, реальном мире, и, конечно, хорошем, реальном мире, но не таком хорошем и не таком реальном, каким является хороший и реальный, настоящий, истинный, Божий мир, Божье, бытие. То, что в нашем мире считается ненормальным и нереальным, невозможным, в Божьем мире это реально, это возможно, это действительно, правда, это истина. Вот. И спасибо Господу за тот образ прекрасный, который в истории Израиля совершался не раз уже, в том числе и в нашем, уже в наше время, 70 лет назад, возрождение Израиля, 50 лет назад, возрождение Иерусалима, как еврейской столицы. Что это, как не действительно чудо, геополитическое, Божье чудо. Вот. Бог совершает свои чудеса и в судьбах отдельных верующих, и в судьбах целых стран, народов. Аллилуйя. Иван пишет, да, Черкашин, Христос воскрес, шалом брату, Сергию, его семье, в 17 лавето Иоанна, сам Христос, шесть раз говорит, да будет все едино, аминь, аминь, так и есть, да будут все едино, как мы с тобой едино. И вот образ единства нашего, вот наше настоящее единство, в чем. Я и Отец одно, вот настоящее единство, настоящее единение, тело, одно тело, и одно дело, одна кровь. Спасибо тебе, Господь. Шалом, Бог правит, Аллилуйя, Таня пишет, аминь, аминь. Мой президент Машиах, аминь. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам хлеб из земли, аминь. И давший нам, Бог великий, давший нам хлеб с небес, Иисуса Христа, праведника. Аминь. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод земной лозы, виноградной лозы, и давший нам плод небесной лозы, давший нам великую небесную лозу, Сына Своего, о великий виноградарь, благодарю Тебя, Господь. Благословен Господь, возлюбивший нас и отдавший Сына Своего за нас, агонца Своего, Бог, Ты отдал на крест. Смерть Господню возвещаемы, доколе Он придет, потому что Твоя любовь, она объяла всех, потому что, как смерть сильна эта любовь. И это действительно было доказано смертью Сына Твоего, Господа, Иисуса Христа моего. Спасибо. Спасибо Тебе, Господь, за моего спасителя, возлюбленного. Спасибо за искупление, за исцеление, благословение, кровью Иисуса Христа, агонца Божьего. Я спасен, я исцелен, я благоставлен, благословен Ты, Господь, Бог наш мой, Спаситель. Аминь. Тело Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа. Аминь. Принимайте, братья, сестры, ешьте, пейте, радуйтесь. Возвещаем смерть Господа, Который мы ожили. Ожившие мертвецы, кушайте, пейте, потому что где труп, там соберутся и орлы. Потому что Христос Иисус, Он умер и воскрес. И Он вновь грядет во славе судить живых и мертвых. И царства Его нет конца. Аминь. Спасибо, Господь, спасибо. Благодарю Тебя, Господь мой, Царь мой. Благодарю Тебя за силу воскресения Твоего, Которое Ты воскресил нас, во-первых. Во-вторых, Которое Ты действуешь в нас, верующих, ныне, сейчас, прямо сейчас. Спасибо Тебе, Господь. Царь и Бог мой. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своим на Тебя, и даст Тебе мир, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, братья и сестры. Киевлян приглашаю сейчас на молитву, вот, в парк Киоты сюда, вот, на лесной приезжайте, на Черниговскую, на лесную приезжайте. Вот, и вообще всю эту неделю, вот, кто в Киеве, утром, кто свободный, вот, в это время, к 7 часам утра приезжайте, вот, или позже. Я к 7 часов, а вот сейчас хочу пораньше, вот, обычно 7 часов и час-два здесь вот по парку, гуляю, молюсь, благоставляю. Приходите, приезжайте, от метро Черниговская до метро Лесова, вот этот парк Киота, в прогулке такой, прогуляемся, помолимся. На улице благодать такая сегодня, вообще эти дни все. Вот, и можем как раз помолиться, Слово Божие почитать, порассуждать. Вот, слава Богу. Поэтому приглашаю всех на такое молитвенное служение, прямо на улице, здесь. Благоставляем, молимся за Украину, вот, и Бог благословит всех вас. Благослови вам, пастор Сергий, и уси, вашей родыни, мыра, любовь и слава. Дякую, дякую, брата. Аллилуйя, слава Богу, благословляю всех вас, во имя Господне, во имя Иисуса Христа, с продолжающейся Пасхой, хрустим мацой, ну и, как говорил доктор Изя, и ешьте побольше мацы. Пусть Бог благословит вас. Рассуждайте, мы хрустим мацой не просто так, когда мы едим, мы лучше что-то понимаем, когда мы едим, то, что не понимаем, сразу в процессе, поеданием мацы, ем мацу, и ем, и размышляю. Вот, какие Бог меня хочет видеть. Всякая закваска порока, лукавство удалена. Чистый, непорочный. Это сам Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь. Так и есть. Кушайте побольше мацы, размышляйте. Берите с собой мацу в дорогу, на работу, похрустите, в обеденный перерыв, поразмышляйте о чистоте Господа Иисуса Ишуа Машиаха. Все, благоставляю вас всех. Шалом, мир всем вам и благодать да умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь.